я решил что наверное все хватит с меня этого футбола бегать возраст там и так далее болячки все эти начали всплывать руслан руслан вот самый главный вопрос самый главный вопрос куда куда вступил может отпустит все-таки можно все-таки не бросать это дело но на кого ты нас покидаешь ну как как на кого на кого на себя себя но на брата ножки устали да ну конечно уж всему свое время возраст как бы берет свое в любом случае это интервью руслан мухаммедшин давал накануне своего назначения на пост главного тренера футбольного клуба мордовия правда с приставкой и о он завершил свою карьеру футболиста в саранске с ошеломляющим успехом стал победителем пфл и лучшим бомбардиром лиги в сезоне 2011 12-х годов мухаммедшин привел мордовик золотым медалям фнл и забил 31 гол в чемпионате через год он стал лучшим российским бомбардиром сезона забив 11 мячей в 2019 году он вышел на игровое поле в качестве тренера у меня допустим вообще лицензия так скажем сами знаете как поэтому и не какой-то опыт мне доносит свой определенный вот потому что греха таить я три месяца назад еще грубо говоря футбол дальше самая ключевая на данном этапе задача я так понимаю встретиться с главой республики встретиться с президентом клуба пообщаться нормально и понять просто куда мы дальше движемся если мы движемся туда то одна один вопрос если мы движемся как в другое место то совсем по-другому работаем но двигаться экс нападающий стал совсем в другую сторону нелегальную в 2020 году в саранске и ковылки не закрыли несколько подпольных клубов где собирались любители азартных игр оказалось что хозяевами казино были руслан мухаммедшин и трое его знакомых романов рожков и кузенков следователи регионального следкома вменяет им незаконную организацию и проведение азартных игр как установили оперативники в период с 2017 года по 2020 год четверо жителей мордовии республики татарстан арендовали несколько нежилых помещений в которых организовывали проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей в том числе интернет участники группы соблюдали конспирацию и давали своим клубам рабочие названия да и всю деятельность пытались выдать как законную следствие смогло доказать получение почти полутора миллионов рублей прибыли на деле утверждают силовики сумма могла быть в несколько раз больше мухаммедшин и двое его приятелей вину так и не признали с них взята подписка о невыезде четвертого участника взяли под арест оказалось что рожков кроме этой группы состоял еще в одной которая также занималась незаконной игорной деятельностью в скором времени все они будут ознакомлены с материалами уголовного дела и в следующий раз вместо футбольного поля встретятся в суде наталья тюрина наш новости футбольного поля